Наступил второй день слета юнормейских отрядов города «Родина зовет», который проходит на базе лицея номер 13 имени Расула Гамзатова в Каспийске. В первый день в образовательном учреждении были развернуты тематические площадки и проходили мастер-классы, где ребята успешно продемонстрировали все свои навыки. Отметим, что данный слет был организован в рамках реализации гранта, который получил лицея номер 13 на конкурсе «Движение первых». Мы подали заявку. Получается, мы прошли отбор. Было более 4 тысяч заявок. Наша заявка по рейтингу была 13. От первого места отдаляло буквально несколько баллов. Лицей получил грант в размере 1 101 000. Этот грант был направлен на реализацию проекта. Наш проект был направлен на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы организовали слет, первый в Каспийске слет юнормейских отрядов «Родина зовет». Для всех присутствующих лицейн номер 13 организовал запоминающиеся мастер-классы по радиоэлектронике и радиосвязи, искусственному интеллекту, оказанию первой медицинской помощи и многое другое. Больше всего детям запомнилась игра «Лазертак», в ходе которой школьники разделились на две команды и с помощью лазерных автоматов устраняли противников. Стоит подчеркнуть, что большой вклад в организацию мероприятия внесли и сами воспитанники образовательного учреждения. Они очень долго и упорно готовились и показали достойные номера. Самый запоминающийся из них – патриотический номер «Методы самообороны». Нашей основной задачей было вовлечение во все это детей. И нам очень приятно, что вчера все это получилось. Мы видим эмоции, видим их участие, их вовлеченность. Дети не хотели уходить, дети хотели еще что-то сделать, но мы, к сожалению, были ограничены во времени, поэтому на все был определенный регламент. А, конечно, огромный вклад внесли и наши дети, наши юнормейцы, наш юнормейский отряд «Молодая гладия». Ребята подготовили и номер, ребята принимали участие непосредственно в тематических площадках. Напомним, что юнормия – это всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. Его деятельность направлена на воспитание в юнормейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей родине. Именно поэтому очень важно проводить мероприятия подобного рода и принимать в них участие для укрепления патриотического духа подрастающего поколения. Заместитель директора лицея номер 13 имени Расула Гамзатова Заира Мисриханова отмечает, что колоссальную поддержку также оказали партнеры образовательного учреждения. Центр развития талантов «Альта-Аир», ДГТУ, председатель Комитета народного собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко и многие другие. Хочу отметить помощь, поддержку, письма поддержки, направленные в наш адрес, на стадии подготовки заявки, помощь и содействие в реализации данного проекта, гранта. И хотелось бы поблагодарить также каждого присутствующего сегодня здесь. Кроме того, председатель Ассоциации педагогов Дагестана Анжела Байрамбекова вручила нагрудный знак отличника образования Республики Дагестан директору лицея Алине Ханамировой за значительный вклад в образовательную деятельность муниципалитета. Также в этот день состоялась и встреча с участником СВО, младшим сержантом Джамалудином Амирхановым. Сегодня у ребят была возможность задать вопросы нашему гостю. Задаются разные вопросы, ребята удивляют своей находчивостью, задают вопросы в том числе и про СВО, в том числе и какие-то личные, например, кто твой друг и так далее. Гостю, конечно, огромное спасибо, потому что ответы все очень искренние. И думаю, что такие встречи, они как раз важная основа вот этого военно-патриотического воспитания. Как бы мы им не показывали фильмы, как бы мы им не рассказывали о том, кто такой герой, что он должен делать, кто такой патриот, когда есть реальный пример, это всегда намного лучше. 1 ноября в лицее номер 13 имени Расула Гамзатова пройдет торжественная церемония закрытия с участием приглашенных гостей республики.